приветствую вас друзья давно с вами не виделись видео не выходили наверное больше месяца я практически не ездил были определенные проблемы со здоровьем но вчера выезжал вчера были у нас соревнования в ярославской области в рыбинске в районе деминина discovery trophy номер 3 соревнования прошли в общем расскажу о них и запишу очередное видео я думаю пришло время всем рассказать об этом квадроцикле что на нем установлено вообще мое видение тюнинга квадроцикла yamaha grizzly 700 и что на мой взгляд нужно сделать начинающему квадроциклисту и вообще квадроциклисту если он хочет получить проходимый квадроцикл купив в стоке такую же yamaha в принципе две вещи и бюджет 30 тысяч рублей и можно получить очень хороший результат ну и плюс ко всему еще конечно нужно научиться ездить ну и кое-что сделать об этом я вам сейчас постараюсь обо всем рассказать начну свой рассказ соревнований прошли они вчера у меня это соревнование после долгого простоя последний раз я принимал участие два года назад в восемнадцатом году в кантри кроссе занял тогда четвертое место но не суть в этот раз тоже заявка на участие была подана в последний момент были проблемы со здоровьем и не не думал я или заявиться или нет но решил все-таки принять участие был определенный так сказать мандраж перед соревнованиями но все равно желание прокатиться именно на результат она пересилила и вчера мы с моим другом сергеем охотиным набер пешки которую вы видели уже на канале не один раз я думаю еще увидите много интересных будет у нас сергеем поездок кадров много интересных увидите вот цвета в общем с ним мы заявились и приняли участие но результат как бы я им очень доволен показали мы лучшее время на квадро биатлоне было в начале как бы пролог основной трофе гонки и с трамплинами и со стрельбой прохождением дистанции ну и дальше основной это 40 километров круг трофейной трассы которые нам удалось пройти за полтора часа результат я считаю для себя очень хороший вот просто классный серёге привет огромное спасибо блин эмоции до сих пор у меня от прохождения прошли в отличном темпе все ходом скорости были довольно таки серьезные ну было где и по застревать позалипать и полякали я то есть канавы блин все здорово и ямаха и beer пишка ну вот так вот себя показали я очень доволен но есть одно но доволен результатом но очень недоволен судейским решением то есть мы несмотря на то что показали лучшее время первое время вторые ребята которые пришли после нас мы им привезли час наверное не меньше но тем не менее призы мы не попали ну по какой причине ну трассу как бы у меня было преимущество у меня было преимущество трассу я знал прокладка этой трассы занимаюсь уже наверное три года в прошлом году его готовил в этом году тоже немножко поменялось был косяк самом начале местные по отрывали ленточки многие ушли не туда потеряли время но тем не менее то есть организаторы приняли решение и практически то есть наша команда была дисквалифицирована далее диплом за прохождение мастер-класса ну что этот мастер-класс я настраивался сергей настраивался на гонку точнее настраивался на гонку именно сергей решение у него было сразу изначально вот он купил новую берпишку выступал он на снегоходах сейчас ездит активно на гидроцикле участвуют соревнованиях и квадроцикл для него новая тема он ну уже несколько лет этим занимается и решил вот себя попробовать соревнованиях я с удовольствием поддержал его и все получилось очень классно но вот именно это судейское решение которое но перечеркнула весь наш настрой и получается но смысл какой нахрен мастер-класс зачем нам заявляться где-то в чем-то участвовать если мы ну не можем бороться с другими мы вышли на трассу для того чтобы ехать а не для того чтобы показывать мастер-класс мы пришли показать результат но мы его показали для себя то есть все замечательно ну решение организаторов пускай остается решением организаторов оспаривать я его как бы не собираюсь все все есть как есть так что давайте чем мы об этом начнем именно о том что я вам хочу рассказать про этот квадроцикл что на нем установлена ну и что на мой взгляд надо устанавливать на квадроцикл ямаха гризли этот квадроцикл ямаха гризли 700 девятнадцатого года 2020 модельный новая так сказать линейка до этого он у меня был семнадцатого года шестнадцатый модельный год квадроцикл на котором отъездил я два года и его поменял купил вот этот квадроцикл и практически весь тюнинг который был на предыдущем повторил на этой модели на первый взгляд здесь практически ничего нет можно сказать квадроцикл в стоке но это не совсем не совсем так серьезно куда-то в двигатель в трансмиссию я не лез ну для ямахи это и не нужно я пошел немножко другим путем и вложений вот в этот квадроцикл порядка 200 200 тысяч рублей точно не меньше наверное наверное даже больше всем же интересно что в нем такого давайте начнем рассказ не так первая и самая дорогая вещь тюнинга это амортизаторы на этом квадроцикле установлены амортизаторы елка стейдж 3 ну я сильно не силен как бы в технике вот газовый бачок пружина есть и четвертые и пятые елки с более серьезными настройками купил елки ну не знаю просто попробовать хотя может и нет и целенаправленно к этому пришел участвовал в кантри кроссе два года назад на предыдущем квадроцикле и когда прыгали трамплины после соревнований у меня потек один амортизатор стал смотреть или его поменять или еще что-то сделать ты купил этот комплект не ну практически новый он стоял с небольшим пробегом на квадроцикле за 80000 рублей сейчас новые стоят наверное 120 а то и больше про амортизаторы что могу про эти сказать ну только хорошая хотя но настройки у меня сейчас они выкручены в самое там слабое состояние вес у меня потому что сейчас где-то составляет на 70 70 килограмм ну и мне на самом на самых слабых настройках очень комфортно ездить и с ними нет никаких проблем по пересеченки ведут себя очень хорошо позволяют держать хорошую скорость продолжаем дальше двигаться по убыванию цены следующее что установлено это диски itp с бэдлоком не знаю сколько цена сейчас такой модели нет на рынке ну я думаю порядка 30 тысяч рублей стоимости комплекта этих дисков диски достались мне очень давно еще наверное пять лет назад или больше покупал я квадроцикл kawasaki с этими дисками и вот после этого уже на третьем гризли они со мной очень доволен никогда никаких проблем я вот крашу только колечко бэдлока в цвет квадроцикла чтоб все было по фэншую и радовало глаз и ничего не делаю могу ехать с нулевым давлением резина держит все замечательно ну и дальше это резина кенда этот комплект покупался на предыдущую модель три года назад наверное пробег у него где-то шесть-семь тысяч километров получился ну вот уже и диски и колеса как вы уже заметили переставляются с одного на квадроцикла на другой и все эксплуатация продолжается но сейчас такие колеса наверное стоят вот сергей покупал на берпишку именно такой комплект по моему 28 тысяч следующий элемент тюнинга это защита пластиковая защита да пришел я также три года назад к пластику от алюминия пластик 10 миллиметров эту защиту делают по моему в екатеринбурге компания ктз 17 тысяч рублей комплект защита днища подножек без рычагов защиту рычагов штатную я снял для того чтобы грязь трава которая постоянно наматывается ну легче и отмывалась и проскакивала так сказать между рычагами также на этот квадроцикл установлены расширители американские direction и 2 дюйма так так как колеса диски и теперь имеют вылет и без расширителей достаточно грязно ездить вся грязь залетает расширители мне очень нравится на всех трех квадроциклах у меня были расширители замечательно еще один огромный плюс вы защищаете крылья когда между деревьев или где-то летом лесом лезете царапаются расширители крылья находятся в идеальном состоянии расширители эти стоили покупались в начале этого года стоили 9 тысяч рублей еще один элемент тюнинга для проходимости наверное самый бесполезный но для меня очень важный так как это постоянно радует мне глаз это графика квадроцикла данный квадроцикл обклеен пленкой solar tech питерская компания которая специализируется на производстве наклеек для мототехники усиленный клеевой слой данная графика стоила 16 тысяч рублей затягивал я ее сам ну я уже вот не первую единицу тоже техники затягиваю и ну какие плюсы ну первый конечно это внешний вид то есть стоит только один раз выехать нормальное бездорожье и оригинальный красивый пластик штатные весь царапается мутнеет непонятно что с ним становится не знаю может быть пленка прочность даже какую-то добавляет или еще что-либо ну для меня конечно плюс это вот восприятие то есть любимый квадроцикл и отношение к нему соответствующее хочется чтобы он всегда был красивый даже когда стоял в гараже чтобы радовал своего хозяина постоянно внешним видом продолжаем двигаться дальше по элементам установленного тюнинга на квадроцикл переходим к рулю кроссовый руль долго я шел кроссовому рулю все ездил на стандартном наверное года три-четыре на первой ямахи и вот на предыдущей модели увидел американский комплект rox руль проставки крепления для фары потому что ну для меня принципиально чтобы стояла фара и ничем не было загорожено то есть по этой причине на квадроцикле нет выноса радиатора ну в принципе вещь наверно нужно но на мой взгляд если из грязи не вылезать там в режиме соревнований там сутки ну или еще как-то но здесь в моих условиях эксплуатации все замечательно без выноса очень широкая решетка мою после каждой поездки большие проблемы доставляет трава забиваются семена ну если рядом есть река или какой-то водоем все легко вымывается несколько раз стоит проехать ну чуть-чуть отвлеклись я вам просто рассказываю о своем видении тюнинга квадроцикла руль и так что же здесь такого самое дорогое это вот эта проставка rox 5 дюймов ее стоимость 8000 рублей дальше сам руль кроссовый руль в чем же его преимущество преимущество его в ширине и геометрии у вас правильно стоят локти квадроцикл более легко управляется вы меньше устаете все это позволяет двигаться с большей скоростью руль китайский заказывался на алиэкспрессе стоил 3300 рублей так ну площадка под приборку тоже была сделана она самодельная начерчен чертеж и на гидроабразиве было вырезано из нержавеющего листа а потом все внедрено так что ну тоже можно как-то посчитать вообще комплект американский руль проставки плюс площадка стоит порядка 30 35 тысяч рублей следующий элемент тюнинга моего квадроцикла грязевые подножки алюминиевая подножка покрашена в цвет квадроцикла также переставил его с предыдущей модели покупались за три с половиной тысячи рублей замечательная подножка штатная сразу забивается грязью нога скользит здесь все очень удобно не функционально переходим к мелочам как бы мелочи но тем не менее они являются важным дополнением каких-то элементов тюнинга или аксессуаров так это у нас канистра 5 литров с креплением стоимость наверное где-то две тысячи рублей пусть будет бак на yamaha маленький когда совершаем большие путешествия протяженностью больше ста километров без оправок обязательно надо брать с собой канистру топор тоже две тысячи рублей с креплением здесь вот быстросъемное крепление поставлено ну и штатная замечательно практически с собой всегда вожу ну вот кроме соревнований дальше защита рук китайская кейкен ну что сказать хорошая фирма хороший пластик довольно таки неплохой внешний вид я на предыдущую модель подбирал защиту под цвет графики и наткнулся на алиэкспрессе на этот вариант и все как бы ставлю его вот уже на второй квадроцикл стоимость защиты рук 1400 рублей так ну сразу же пока мы у руля грипсы это рукоятки про тэпер или не знаю как там читается переводится просто красивые ручки для того чтобы их поставить на квадроцикл куплено два комплекта так как они мотоциклетные один диаметром 22 другой 24 миллиметра 24 выбрасывается один комплект и ставится ну и стоимость на алиэкспрессе такого комплекта 1 250 рублей два комплекта соответственно 500 деньги небольшие но внешний вид и какое-то эстетическое удовольствие получаешь так отбойник рентал на руль тоже наверное 300 рублей также покупался на алиэкспрессе что еще из мелочи ну шарф аркопа 1000 рублей используя квадроцикл еще и по хозяйству таскаю прицеп ну и если кого-то выдернуть поддернуть удобно накинуть трос стропу и вытащить дальше а ну пропустили кофр с кофром тоже все интересно в этом году я поставил берпишный скидушный снегоходный кофр на быстросъемных креплениях link и скажу я вам друзья что очень доволен таким решением то есть вообще я не люблю большие кофры они очень сильно мешают при поездке этот кофр идеально отвечает всем моим размерам моим представлениям он мягкий быстро снимается то есть можно отстегнуть его снять и самое главное суда можно поставить что-то еще это дополнительная канистра с креплениями link или же я сделал еще одну вещь которую в этом году уже несколько раз с собой возил в каких-то видео она есть сейчас я вам ее покажу вот такой интересный оранжевый ящик ну как вы все догадались это кейс для бензопилы бензопила в чехле сюда встает и креплю этот ящик я также на крепление link ну следующим образом вот от этого кофра я снизу откручиваю пластину вот эту и прикручиваю кофру для бензопилы и все замечательно очень удобно самое главное что быстро быстро не надо что-то отвязывать привязывать копаться в грязи то есть открываем мы кейс все и достаем оттуда бензопилу то есть это очень удобно также и топор вот лежит канистра все под рукой и очень классно так пока тут хожу вокруг квадроцикла про все рассказываю забыл про небольшую но очень важную деталь тюнинга вот она видна синенький баллон это кранец который установлен на что на место для лебедки стоимость его 2000 рублей но что мы получаем мы лишаемся конечно лебедки но как показывает вот мой опыт эксплуатации вообще практика для гризлика ну в режиме то есть каких-то путешествий покатушек если вы едете не один даже вдвоем они говоря уже в там втроем в четвером вырвать его можно ну в откуда угодно то есть нужно две пары рук и практически эта техника едет везде ну за исключением каких-то там небольших там экстремальных вообще ситуаций поэтому такая концепция у меня уже повторяется на втором квадроцикле я езжу уже три наверное года до 3 полную три года без лебедки все меня это устраивает даже три с половиной года меня устраивает такая концепция она мне не нужна для поездок ну если может быть для каких-то сидят соревнований по трофе или еще чего-то ну кстати проблему с ребят с лебедкой я тоже решил в этом году когда была пандемия много ездил один и была куплена у меня сейчас я вам покажу вот такая лебедочка ручная лебедка отечественная делают ее во владимире замечательная штука еще вот где-то есть рукоятка бывает в одиночные поездки я ее вожу с собой несколько раз она меня выручала в общем замечательно рекомендую лр 063 на 600 килограмм данная лебедка а ну еще здесь сейчас вот лежит в кофре также нужная штука это крепление для планшета на руль мотоциклетное крепление также на алиэкспрессе было куплено собрано обошлось она мне в полторы тысячи рублей лебедка стоит вроде 4000 рублей ну кофр вот такой мир пишный стоит наверное 10 12 тысяч рублей так что вот можно посчитать все прокалькулировать я тут может быть кое-что и забыл ну вот так вот смотрел прикидывал что общая сумма вложений в данную единицу техники получилось у меня 200 тысяч рублей ну что друзья вы скажете вот ты все показываешь рассказываешь 200 тысяч рублей а в самом начале видео сказал что ну 30 тысяч рублей можно получить хороший результат сделать из штатного гризлика нормального проходимца что же нужно что что две вещи что нужно поставить на мой взгляд на стандартный квадроцикл чтобы улучшить его внедорожное качество ну что первое первое что нужно сделать это поставить кранец друзья не заморачивайтесь лебедкой если вы ездите компанией если вы дружите с головой если отдаете отчет своим действием имеете какие-то навыки на гризлике я думаю лебедка вам как и мне она ну не нужна замечательно ставите кранец получаете положительную его плавучесть поднимается разгружается морда в лужах квадроцикл идет легче то есть это огромный плюс то есть ну и второе что это ну что нужно сделать два это поменять штатные колеса улучшить его проходимость ходовые качества штатном состоянии сейчас идут двадцать шестые колеса максисы по моему довольно таки неплохая резина сильно тоже усердствовать не стоит двадцать седьмая кенда друзья 28 тысяч рублей и будет вам счастье значит 28 кенда 2000 кранец итого 30 тысяч рублей и все вы покоритель бездорожья ваш квадроцикл способен сделать многое то есть не бойтесь пытайтесь катайтесь больше по проходите интересные маршруты сравниваете с друзьями технику в общем это очень интересно и ну конечно для того чтобы заниматься этим увлекаться нужны средства без этого никак то есть сейчас ямаха стоит уже був новая больше миллиона рублей ничего с этим сделать никак не получается есть на вторичном рынке наверное старые там года 8 там 12 можно купить за 400 не знаю 14 за 500 наверное так я сцены не знаю но тем не менее если вы решили заняться этим квадро движением то купив ямаху сделав небольшие вложения а вы получите очень хороший интересный аппарат который подарит вам масса удовольствия в общем все наверное что я вам хотел сегодня рассказать спасибо друзья вам всем за просмотр до новых встреч что-то я уже заговорился постараюсь побольше снимать каких-то интересных кадров или еще что-то и радовать вас новыми видео всем пока